Сама погода благоволила экскурсантам. Солнце приветливо выглядывало из-за легких облаков, пускало золотистых зайчиков по куполам, ласково грело и привечало. В Свято-Троицком мужском монастыре староскольцев уже ждали. Для них подготовили подробную экскурсию. То, о чем они только слышали, здесь смогли почувствовать. Участники поездки узнали об историческом исследовании археологического комплекса, о возникновении первой иноческой общины, о современном существовании и деятельности монастырской братьи. Все слушали внимательно, задавали интересующие вопросы. Узнали также о памятнике князю Святославу Храброму, о его авторе Вячеславе Клыкове, народном художнике России. Когда экскурсанты зашли в глубину пещер, все были потрясены прохладой меловых стен, бесконечными лабиринтами, кельями затворников. Там красота неимоверная. Когда монах сюда заселялся, это окошко замуровывалось. Здесь, с правой стороны, есть маленькая ниша, она оставалась. Через эту нишу ему подавали, это обычно просворка, немножко воды. Путешественники ознакомились с двумя храмами. Во имя Антония и Феодосия Печерских и главным храмом монастыря – Свято-Троицким. А после набрали чистейшей святой воды из природных источников. После экскурсии в подземных храмовых лабиринтах паломники отправились изучать наземные объекты территории. Несмотря на большую высоту и трудоемкость восхождения, буквально все поднялись к часовне святого князя Владимира, по пути считали ступеньки. Посетили храм во имя Донской Божьей Матери, заступницы наших земель. На обратном пути обменивались впечатлениями. Нужно как можно чаще организовывать поездки краеведческие, не только по святым местам Белгородщины. Это замечательно, что мы приобщаемся душой к светлому. Это хорошо, что мы повторяем православную историю. Но было бы еще лучше, если бы малоизвестные уголки. Мы тоже посетили вместе с Татьяной Таниславовной. Чувствовалось благостное, умиротворенное настроение экскурсантов. Ими были отмечены важность и значимость данной поездки. Выполнили благое дело, сделали вместе. Незрячие люди получили не только полезную информацию, расширяющую кругозор, но и заряд для следующих путешествий. Попробовали и у нас получилось. За что мы выражаем огромную благодарность организаторам этого замечательного просто грантового конкурса «Металл Инвест». Надеюсь, что наша проектная деятельность в этом плане будет продолжаться, потому что это совершенно нужные, просто необходимые и такие замечательные и добрые дела. Это 5 выездных экскурсий, в которых мы будем путешествовать по нашей родной Белгородской земле. У нас есть чем гордиться, есть что показать на нашей Белгородской земле. Такие замечательные объекты. Это 5 поездок, которые мы выбирали совместно с членами Старашковского общества слепых во главе с председателем Игорем Ростиславовичем Чертугом. Проект «Прекрасная Белгородчина на кончиках пальцев» позволит инвалидам по зрению жить ярко и интересно, активно проводить время, путешествовать. В ближайшем будущем их ждут поездки в Головчино, Прохоров, Кувалуйки.